Всем добрый вечер и большое спасибо всем, кто собрался здесь сегодня с нами. Это проект Family3. И я напоминаю, что проект Family3 делается родителями для родителей. Сегодня у нас вторая лекция, второе мероприятие бесплатного марафона «Образование для наших детей дома или за рубежом». И мы говорим о том, почему консервативным людям страшно и непросто, как, впрочем, и всем остальным, отправлять ребенка учиться в другую страну за границу. И сегодня с нами Марьяна Безруких, психолог, специалист в области образования. И также я должна сказать, что мебинар проходит при поддержке старой академии, компании, которые занимаются образованием за рубежом. Компания-эксперта в этом зарубежном образовании. И если будут вопросы, то задавайте их, пожалуйста, в чате Марьяне. И здесь предоставляю слово вам, Марьяна. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней встречи – выбор образовательного маршрута, сепарация дома или вдали от него. Я бы хотела сегодня подробно обсудить с вами три вопроса. Первый слайд, будьте любезны. Что такое образовательный маршрут? Потому что это могут быть разные понятия в зависимости от того, кто об этом говорит, как об этом говорит и для кого об этом говорят. Что нужно учесть при выборе образовательного маршрута? И если мы выбираем вариант сепарации вместе с образовательным маршрутом, какие могут быть проблемы? Дело в том, что сегодня образовательный маршрут разрабатывают разные специалисты. Появились даже так называемые образовательные коучи и специальные фирмы, которые готовы разработать образовательный маршрут для любого ребенка. Вот если речь идет про образовательный маршрут, то хорошо бы понять, что это такое. Следующий слайд, будьте любезны. Образовательный маршрут – это индивидуальная траектория обучения и воспитания ребенка, которая учитывает его возрастные и индивидуальные особенности, его возможности, склонности, состояние физического и психического здоровья. То есть вы должны понимать, что если вам предлагают разработать образовательный маршрут, то этот специалист должен иметь все эти данные. Он должен знать возрастные индивидуальные особенности ребенка, то есть либо проводится углубленное обследование, либо вас, родители, просят принести результаты каких-то исследований психолога, возможно, нейропсихолога, может быть, нужна электроэнцефалограмма. Кроме того, обязательно глубокое интервью. Если специалист, ну или человек, который называет себя специалистом, готов разработать образовательный маршрут, но при этом ничего не спрашивает вас о том, как рос и развивался ребенок, как проходило его развитие в раннем детстве, в дошкольном периоде, я бы посоветовала либо искать другого специалиста, либо понять, каким образом будет разрабатываться этот образовательный маршрут. Очень важно понять возможности ребенка, а вот возможности в сочетании с запросом родителей и тем, какие условия и возможности предоставляет образовательная организация. И неважно, где находится эта образовательная организация – в России или за рубежом. Больше того, если это какая-то образовательная организация, которая находится за рубежом, тем больше у вас должно быть вопросов. Если вы имеете возможность поехать, посмотреть, познакомиться – это одна ситуация. Если вы ориентируетесь только на фотографию, картинку, рассказ, то вы должны очень подробно узнать, какая программа обучения, как выстраивается эта программа, какой режим дня, какие требования к ребенку, каковы условия обучения – все буквально до мелочей. Потому что когда вы хотите отправить ребенка далеко за пределы своей семьи, и очень часто это далеко за пределы своей страны, то нужно очень хорошо представлять себе, что условия обучения могут сильно отличаться от тех условий, которые есть у ребенка здесь. Те условия, к которым он уже относительно привык, если это обучение уже в основной или старшей школе, это имеет очень большое значение. Кроме того, вы должны сопоставить возможности и условия обучения и возможности и особенности ребенка. А значит, вас должно интересовать все. Когда встают, кто будет, сколько времени дается на пробуждение, что делают до завтрака, каким бывает завтрак, когда начинаются занятия – это все очень и очень важно, потому что вы кардинально меняете условия обучения и жизни своего ребенка. Итак, выбирая образовательный маршрут, вы выбираете индивидуальную траекторию обучения и воспитания. И ориентир только на интеллектуальное развитие, только на знания и навыки, которые может получить ребенок в процессе этого обучения – это большая ошибка, потому что вот эта интеллектуальная нагрузка, которую получают дети, она включена в большой блок, во-первых, эмоционального взаимодействия, во-вторых, взаимодействие со сверстниками. В очень редких случаях ребенок живет в комнате один, это очень редкая ситуация, как правило, это несколько детей, несколько детей одного возраста, очень часто из разных культурных ситуаций, детей, у которых разные культурные коды, разные возможности и разный опыт взаимодействия и со сверстниками, и с взрослыми. И это нужно учитывать, если, ну, понятно, если ребенок имеет такой опыт, это одна ситуация, если у ребенка такого опыта нет, это принципиально другая ситуация. Что еще очень важно? Очень важно учесть состояние физического и психического здоровья ребенка. К большому сожалению, наши дети в большинстве своем не очень здоровы. не очень здоровы, потому что у многих из них есть различные хронические заболевания, есть факторы риска в развитии. И поэтому нужно понимать, что это может быть очень серьезными ограничениями при адаптации ребенка к новым условиям и новой ситуации обучения. Мы еще более подробно поговорим с вами о том, какие факторы риска при сепарации возможны. Но сейчас я хотела бы с вами просто разобрать вот это понятие образовательный маршрут. Когда мы выбираем образовательный маршрут, мы выбираем не просто школу, не просто программу обучения. Мы выбираем для ребенка условия его жизни на, в общем, много лет. И поэтому очень важно выяснить все тонкости вот этой новой ситуации обучения. И потом, наверное, очень важно понять, насколько ребенок готов к этой новой ситуации обучения. Потому что я вам должна сказать вообще, обычный приход ребенка в школу, в первый класс сопровождается довольно серьезными сложностями при адаптации. И это не только психологические сложности, когда ребенок приспосабливается к новому коллективу, к новому педагогу, но это и приспособление или адаптация к новым условиям и требованиям жизни. А если ребенок уезжает, если он уезжает из семьи, если меняется весь привычный ритм жизни, больше того, ребенок должен быть готов принимать решения, отвечать за то, что происходит. Ну, например, если вы хотите выбрать образовательный маршрут, который связан с отъездом ребенка, а вы до сих пор жестко контролируете выполнение ребенком домашних заданий, это не ваша ситуация пока. То есть, если ваш ребенок не может взять в себя ответственность за приготовление домашних заданий, не стоит надеяться, что там будет дядька или строгий воспитатель, который будет за этим следить. Хотя я знаю, и очень многие родители на это надеются, на то, что вот этот отъезд, он поможет оградить ребенка от тех сложностей жизни, с которыми он может столкнуться здесь. Ну, возможно, от каких-то сложностей жизни, о которых вы знаете, вы его убережете, но это не значит, что не появится много новых и других проблем. Итак, образовательный маршрут. И для того, чтобы выбрать образовательный маршрут, мы очень хорошо должны знать возможности ребенка, способности ребенка, а не только его возможность успешно сдать экзамен. Вот возможность успешно сдать экзамен на последнем месте. А на первом – его психологическая готовность, его физическое и психическое здоровье. К сожалению, мы чаще всего ориентируемся на возможность сдать экзамен. Ну, или тесты. Это бывает по-разному. Будьте добры, следующий слайд. Следующее понятие, которое мы тоже должны с вами разобрать, – это понятие сепарация. Ну, оно очень часто используется в тех случаях, когда ребенка отправляют учиться за рубеж, понимая под этим такой разрыв с семьей. На самом деле сепарация – это довольно такое четкое понятие в психологии, за которым стоит физическое, психологическое, эмоциональное и ценностное, ну, еще добавляют часто финансовое, отделение взрослых детей от родителей. Понимаете? Вообще, когда речь идет о сепарации, речь не идет об отделении. А речь об отделении, вот в этом случае полноценное понимание сепарации – это отделение взрослых детей. К сожалению, сегодня это довольно серьезная проблема. Серьезная проблема в нашей стране считается, что дети инфантильны, они долго не готовы жить без помощи, без поддержки, без такой подпорки родителей. Но есть естественные процессы постепенной такой сепарации, не разрыва, не отделения, а разделения ребенка и родителей. Эта сепарация имеет свои возрастные этапы. Ну и считается, что первый этап, когда ребенок может оторваться от материнской груди и уже не так привязан к матери, хотя привязанность сохраняется еще на долгие годы, это этап в год. Следующий этап – 3-4 года. Ну, это период «я сам», когда ребенок как бы отделяет себя от взрослых, он хочет что-то делать сам, он хочет что-то решать сам, он хочет что-то выбирать сам. К сожалению, вот на этих этапах, в 3-4 года, там в 5-6 лет, когда ребенок хочет что-то делать сам, мы ему редко предоставляем право выбора. Я очень часто говорю родителям, что хорошо бы, если мы хотим в дальнейшем увидеть ребенка самостоятельного, ребенка, умеющего принимать решения, ребенка, способного выбирать себе в конце концов интерес, мы должны предоставить ему такую возможность. А получается так, сначала мы все решаем за него, мы выбираем для него секцию, выбираем для него школу, мы выбираем, чем он будет заниматься, с кем он будет дружить. Кстати, это такая тенденция сегодняшнего времени. Дело в том, что мы потеряли так называемую культуру двора, где было свободное общение у детей друг с другом. Сегодня общение в основном деловое, в школе деловое общение. Кстати, в детском саду тоже практически нет свободного общения. И родители сегодня ищут среду для общения своего ребенка. Но очень интересно, я это наблюдаю в последние годы, на самом деле родители ищут общение для себя. То есть они ищут родителей, с детьми которых они хотели бы, чтобы их ребенок дружил. Но это серьезнейшая проблема. Вам родители могут нравиться, а ребенку с ребенком тех родителей, которые вам нравятся, может быть очень некомфортно. И вот этот выбор среды для ребенка, это на самом деле может быть вариант, когда создаются совершенно новые проблемы. Следующий этап такого естественного отделения, не разделения, не отрыва, это 11-16 лет. Это период пубертата, период полового созревания, когда мнение родителей, роль родителей, влияние родителей очень сильно падают или сходят вообще на нет. В этом возрасте для ребенка гораздо значимее мнение сверстника. То, что говорят друзья, то, чем занимаются друзья, а не то, что говорят родители. Тем более, что родители подростков очень часто читают нотации, они разговаривают. А с детьми, ну, любого возраста, и прежде всего подросткового возраста, нужно разговаривать. А разговаривать – это не говорить, это больше слушать. Вот это серьезная ситуация, если мы не умеем разговаривать с ребенком, если у нас нет хорошего контакта, то вот эта естественная сепарация, возрастная, которая характерна для подростков, когда они отделяются от родителей в силу разных причин. И я с сомнением отношусь к тому, что сейчас иногда говорят, ну, дети знают больше, чем родители, дети понимают сегодня больше, чем родители. Совсем не так. Просто если родители не интересуются детьми, так было всегда. И сейчас, если не интересуются, то тоже точно так же. А вот следующий этап – 17-19 лет – это этап уже, когда возможна действительная сепарация, когда дети уезжают учиться в другой город, когда дети финансово становятся более независимыми от своих родителей, они имеют возможность уже зарабатывать какие-то деньги и, ну, каким-то образом содержать себя. Ведь мы в нашей стране так принято. Долгие годы сопровождаем наших детей и физически, и психологически, и финансово. Но во многих странах ребенок, который закончил старшую школу или закончил колледж, становится самостоятельным. И совсем не странность, когда молодые люди, поступая в университет, работают. И в университете родители помогают оплачивать либо кампус, либо учебники, либо там еще что-то. И часть своего содержания берут на себя студенты сами. Поэтому вот это естественное, это уже взрослая сепарация. Но есть второй вариант искусственной или насильственной сепарации, когда мы вот отправляем ребенка в дальние страны, отправляем в разном возрасте, но тогда мы должны быть готовы к тому, что будут некоторые проблемы. И мы должны, если мы предупреждены, то мы вооружены. Значит, мы понимаем, какие риски нас ждут, и мы можем избежать этих рисков, выбирая вариант сепарации или отказываясь от этого варианта. Потому что если мы хотим отправить ребенка из семьи, ребенка младшего школьного возраста, о дошкольниках я даже не говорю, это все равно, что отправить там полуторагодовалого ребенка в ясли. Поэтому о дошкольниках не стоит даже говорить. Это очень сильное нарушение вообще механизма привязанности. Не думаю, что стоит это делать. Во всяком случае, если даже ребенок это переживает и проживает внешне благополучно, не ждите теплых отношений с ребенком. Не ждите того, что он готов будет с вами делиться. Он проживает свою жизнь без вас в очень раннем возрасте. А вот если вы хотите отправить ребенка уже лет в 9, в 11, а это, наверное, ну, на мой взгляд, у вас может быть другое мнение, и у других специалистов может быть другое мнение, я говорю о своем мнении. Вот первый вариант или первый возможный этап такой искусственной сепарации это 10-11 лет. Почему? Потому что к этому возрасту созревают мозговые механизмы произвольные регуляции, своего состояния, своей деятельности. Возникает ситуация, когда у ребенка может доминировать «надо», и это «надо» будет больше, чем «хочу» или «не хочу». если вы хотите, чтобы проявлял выливые усилия ребенок младшего школьного возраста, я еще раз повторю, про дошкольников я даже не говорю, то это, если и возможно, то большой ценой. Чаще всего ценой с дороги. Но это ваш выбор. В конце концов, каждый выбирает родитель тот путь, который он хочет выбрать. Моя задача – предупредить те проблемы, которые могут на этом пути возникнуть. Какие проблемы сепарации вообще существуют? Что мешает сепарации даже во взрослом возрасте? Я уже не говорю, если вы хотите отправить ребенка или провести вот эту искусственную сепарацию в 9, в 10, в 11 лет. Будьте добры, следующий слайд. Если ваш ребенок живет в ситуации, когда ваш ребенок – весь смысл жизни и вообще сама жизнь, и если вы проживаете эту жизнь за ребенка, если вы живете его жизнью, его проблемами, его друзьями, его занятиями, его оценками, в конце концов, тем, как он сделал сегодня уроки, тем, что происходило на сегодняшней тренировке, оторвать ребенка будет безумно сложно. И потому что ребенок привык вот к этому тесному сопровождению, фактически слиянию с ним. Еще одним фактором риска для сепарации может быть повышенная тревожность родителей. Вот если вы постоянно говорите ребенку о том, вот это нельзя, здесь будь осторожен, вот это чревато тем, что у тебя могут быть какие-то неприятности. Такая ситуация рождает и повышенную тревожность у ребенка. И представляете, такой ребенок оказывается в принципиально новой ситуации, где нет вашей защиты, где нет этого сопровождения. Следующий фактор – это гиперопека и тотальный контроль. У меня несколько дней назад, фактически позавчера, была лекция для родителей в Калининграде. И мы говорили о других вещах, мы говорили о стрессах в жизни ребенка. И вот мне мама задает вопрос, что делать, если 11-летний ребенок сам никогда не садится за уроки. Никогда. То есть, если мама посадит его, он дальше может выполнять, он дальше работает сам. Но его нужно посадить. И я ей говорю, а вы никогда не пробовали забыть? Забыть, что он сегодня должен делать уроки. Что произойдет? И мама с таким ужасом говорит, но он тогда не сделает уроки. И что будет, спрашиваю я? Мама говорит, но он не сделает уроки. То есть, ответственность за ребенка, ответственность за приготовление урока лежит на маме. И если мама готова отвечать, она будет отвечать так долго, сколько она сможет и как она захочет. Потому что ребенок сам эту ответственность на себя не возьмет. Ну и вот представьте себе сепарацию такого ребенка. Она практически невозможна. Я думаю, что это будет продолжаться и дальше. Причем это же тотальный контроль не только уроков. Это мама рассказывает, что только уроки. Мама, конечно, контролирует все. И вот отделиться от такой мамы ребенку трудно даже во взрослом возрасте. Ребенок не может без этого. А если вы хотите сделать это гораздо раньше, значит, это как раз я вам сейчас рассказываю о том, что такое условие жизни, в которых растет ребенок, которое вы должны учесть, выбирая путь сепарации или вариант сепарации. Следующее – это эмоциональная зависимость и эмоциональное давление. Мы очень это любим. Мы, я имею в виду родителей. Родители, вот так у нас принято в нашей стране. И ребенок, правда, очень зависим. Я знаю много ситуаций, потому что я консультирую уже 35 лет. И я знаю много ситуаций, когда дети из-за вот этой высокой эмоциональной зависимости и эмоционального давления, при этом они безумно любят своих родителей, они боятся огорчить родителей. И это чревато тяжелейшими неврозами. Они боятся, например, получить плохую оценку, они боятся не сдать экзамен. Это тяжелейшая зависимость. А представьте себе, вот вы такого ребенка, вот так вы формировали эту зависимость, вам это нравилось, и вдруг вы хотите ребенка оторвать. В какую ситуацию вы его ставите? Это тоже важно понимать. Ну и есть такие роли ребенка в семье, есть разные роли, но есть такая роль надежды и опоры. Вот ребенок, на плечи которого положили груз вот этой ответственности, что он вся надежда и опора, очень часто с этим грузом ответственности просто не справляется. Я специально рассказываю об этом для того, чтобы каждый мог подумать о том, о каковы условия жизни его ребенка, а не создаст ли, создадут ли вот эти условия, в которых он живет, дополнительные проблемы при сепарации ребенка. В тех случаях, если вы хотите отправить его учиться за рубеж. Что еще затрудняет ребенку сепарацию? Будьте добры, следующий слайд. Во-первых, это внушение ребенку чувства опасности окружающего мира и незащищенности. Мы очень часто, а сегодня, ну, может быть, во многом это оправдано. Слишком много рисков на улице. И мы боимся этих рисков. Мы считаем, что наш ребенок незащищен. И вместо того, чтобы научить его разумно как бы оценивать ситуацию, говорить нет в тех случаях, когда он должен сказать нет. Мы пугаем его. Вообще, в нашей культуре предостережение – это напугать. Это страшилка. Но это самый неэффективный способ, особенно в работе с подростками. Дело в том, что мозг подростка блокирует негативную информацию. И сколько бы мы не рассказывали ребенку про каплю никотина, которая убивает лошадь, это не действует. Не действует, потому что ребенок нас как бы не слышит. Он не воспринимает эту информацию. И вот это очень важно. Я несколько раз обсуждала с коллегами, которые работают с детьми за рубежом, с нашими детьми, которые учатся за рубежом. И я высказала такое предположение. Я сказала, у меня такое ощущение, что родители, которые хотят отправить своих 10-11-летних подростков учиться за рубеж, на самом деле очень хотят оставить ситуацию за высоким забором. То есть здесь до 10 примерно лет они могут сохранять закрытость окружающего мира ребенка. Они ходят вместе с ребенком, они водят ребенка за руку, они возят его на автомобиле, и ребенок не выходит в мир. А дальше уже лет в 11 удержать его обычными способами уже довольно сложно. Ребенку хочется на волю. Это понятно, это подростки. И уже я сказала, мнение родителей и страхи родителей не имеют никакого значения. Больше того, чем больше страхов, тем больше ребенок хочет от этого убежать. и не слышать об этом, и не думать об этом. Я должна вам сказать, что да, высокий забор окружающей школы за рубежом сохраняется, но это не значит, что уходят риски. Вот это вот очень интересная вещь. Они откладываются чуть-чуть. То есть вы оттягиваете этот период немного, но если это не разумное, если это не осознанный выбор самого ребенка, а просто это высокий забор, поймите, он вырвется в 19, в 20 и в 22 и пойдет в разнос. Как очень часто бывает. Примеров тому тысячи. Второй фактор – это внушение ребенку чувства собственной несостоятельности. Вы знаете, это вот когда ребенок должен сдавать какие-то экзамены, у него не получается, и мы перекладываем вину на ребенка. Мы говорим, ему мало работал, мало старался, не учитывая вот реальный ресурс ребенка. Иногда ребенок мне не хочет, а не может. Иногда нет хорошего педагога, который мог бы объяснить ребенку то, что он не понимает. Есть дети, которым просто надо три раза объяснить. Есть дети, которые очень медленно вырабатываются. Есть индивидуальные особенности работоспособности. Они медленно вырабатываются, они быстро истощаются. Это индивидуальные особенности. Когда я вам говорила про индивидуальный маршрут, я именно это и имела в виду. Потому что есть дети, вот он внимательный, и через секунду внимания нет. И это не зависит от того, где он. Он точно так же будет работать в английской школе, как он работает здесь. И если у него здесь есть эти проблемы, они будут таким же препятствием в английской школе. Это очень важно понимать. Нужно просто хорошо знать своего ребенка. Ну, если мы боимся сами всего, и вот, например, ребенок не ходил в детский сад, потому что там не те дети, там не те воспитатели, воспитатели. Уверяю вас, будет не та школа, будут не те педагоги. И даже если вы его отправите в другую страну, это тоже будет не та школа и не те педагоги. Вы формируете тем самым восприятие ребенка условий его обучения. Ну, и формирование гиперответственности. Ты едешь, ты должен, это большие деньги, мы стараемся. Ну, это обычная мантра такая родительская. Я хочу вам... И ты должен соответствовать. Вот это ты должен соответствовать иногда перерастает в гиперответственность ребенка, которая мешает ему расслабиться. Вот в зимние каникулы у меня был долгий разговор, такая консультация. Девочке, которая учится в Англии, она заканчивает школу и должна поступать в хай-скул. Ей нужно будет сдать 7 экзаменов. Она страшно волнуется, очень много занимается. И главная ее тревога не поступить. При том, что родители, которые сначала формировали эту гиперответственность, теперь говорят, она приезжает на каникулы, мы просим ее пойти погулять в театр, на выставку. А она берет дополнительные уроки. Вот сначала сформировали, теперь переживают вместе с ребенком, потому что это сказывается на ее здоровье. Вот, понимаете, если мы выбираем какой-то путь, мы взрослые за ребенка, значит, мы должны понимать, что мы выбираем, и нести ответственность за тот путь, который мы выбрали для ребенка. Следующий слайд, будьте любезны. Если мы выбираем образовательный маршрут в сочетании с сепарацией, что важно учесть? Первое – это запрос родителей. Спросите сами себя, зачем, что я хочу. Вот я, как родитель, я принимаю на себя ответственность, за что? Для чего я это делаю? Попробуйте ответить честно на этот вопрос сами себе. Я вас уверяю, это непросто. Хотите, возьмите лист бумаги и попробуйте все это сформулировать. Вот, что вы хотите, почему вы отправляете ребенка именно в эту школу, не надейтесь на то, что это сделает кто-то со стороны, что кто-то возьмет ответственность на себя. Да, вам могут посоветовать, но ответственность все равно берете на себя вы. И поэтому постарайтесь честно ответить себе на этот вопрос. Это важно для вас. И прежде всего, это важно для вашего ребенка. Дальше условия жизни и воспитания ребенка в семье. Я говорила вам о рисках сепарации. Попробуйте понять, эти риски есть? Поэтому возьмите лист бумаги и отвечайте на вопросы последовательно. Вот, есть риски? Нет риска. Есть возможности у ребенка? Нет возможности у ребенка. Дальше состояние физического и психического здоровья. Если у вашего ребенка, если ваш ребенок часто болеющий, а часто болеющий ребенок это ребенок, который болеет 4-6 раз в течение учебного года. Не стоит. Потому что там это будет еще чаще. Просто из-за того, что адаптация. Просто из-за того, что вы резко изменили условия жизни. Если у ребенка есть какие-то хронические заболевания, ну, например, аллергия, которую вообще заболеванием почему-то наши родители не считают. А это тяжелое и очень системное заболевание. Поэтому посоветуйтесь со своим педиатром, поймите, проанализируйте еще раз состояние своего ребенка. К сожалению, риски психического здоровья у нас не анализирует почти никто. Но я вам скажу несколько симптомов, а вы просто себе мысленно отметьте. Да? Нет. Если ваш ребенок очень возбудимый, у него резко меняется настроение, у него там говорят, как говорят, близко слезы. Вот он смеялся, тут же готов заплакать, кто-то его обидел и так далее. Если ваш ребенок беспокойно спит, если долго засыпает, крутится, просыпается и так далее. Если ваш ребенок тревожится в новой ситуации, если он не очень хочет идти в новую компанию, знакомиться с новыми детьми, не любит новых людей, не любит шум, не любит какие-то там большие компании, если у вашего ребенка есть страхи, любые страхи, если у вашего ребенка есть то, что называется навязчивые движения, ну, кто-то грызет ногти, кто-то выкручивает, прядь волос, буквально вырывает, кто-то выкручивает пуговицу, кто-то покряхтывает, делает так, или шмыгает носом, когда нет никаких катаральных явлений, на самом деле он не простужен, так всегда. Есть дети, у которых подергиваются мимические мышцы, вот он дергает там щекой, или там вот водит плечом, или часто моргает, такое очень тоже бывает, очень часто, вот он помаргивает так глазами. Если бывают запинки в речи, ну, я уже не говорю о ночном энурезе или заикании, в этом случае родители как-то так понимают, что ситуация неблагополучная. Но если у вас есть хотя бы три симптома из тех, которые я вам назвала, я не могу сказать, что у вас все благополучно с психическим здоровьем. Поэтому думайте. Следующий показатель это сформированность учебной деятельности. Это такая учебная мотивация, когда вам не надо загонять ребенка делать уроки, когда это самостоятельное желание. Но я вам должна сказать, что такого желания у первоклассников нет. И во втором классе еще тоже часто нет. Им интересно идти в школу. Им интересно общаться. Им может быть интересно с учителем. Это так называемая школьная мотивация. А учебная – это когда у ребенка есть такая познавательная потребность. Когда ему хочется узнавать новое. Когда ему хочется учиться. к сожалению, наша школа так быстро убивает у ребенка желание учиться, что боюсь восстановить его порой невозможно до конца жизни человека. сформированность базовых учебных навыков. Это очень важная вещь. Сформированность письма, чтение и счета. Умение читать, писать и считать. Владение письменной речью. Потому что, вы знаете, есть такой перенос. Если человек хорошо знает язык и хорошо владеет языком одним и хорошо знает второй, то как бы существует перенос. Например, хорошая устная речь в родном языке, она помогает хорошей устной речи и во втором, и в третьем языке. Но если не сформированные базовые навыки в родном языке, это может быть проблема проблем. Потому что учиться надо не на родном языке. И это очень серьезная вещь. Насколько глубоко понимание и знание языка для того, чтобы ребенок осваивал процесс обучения. важнейшая вещь, которая не сформирована у большинства наших детей. Коммуникативные навыки. Знаете, что самое сложное из того, что мне рассказывают дети, которые уезжают учиться за рубеж? Контакты со сверстниками. Они учатся общаться, они учатся быть доброжелательными, они учатся быть улыбчивыми, они учатся коммуникации в повседневной жизни, когда нужно ну делить буквально стол и туалет. А это очень важные вещи. Вот ребенок без коммуникативных навыков, как без рук. Поэтому нужно думать об этом. Произвольность и самостоятельность. Ну, я об этом уже сегодня много говорила. Если ребенок не умеет самостоятельно хотя бы организовать себя вовремя встать, одеться, умыться, почистить зубы, позавтракать и быть готовым к занятиям, боюсь, эффект сепарации может стать отрицательным. И адекватность условий и требований обучения и условия сепарации. То есть вы должны очень хорошо понимать, в какие условия вы отдаете своего ребенка. Ну, я бы не рисковала, не видя по картинке и по словам. Но если другой возможности нет и вы готовы рисковать, это ваш выбор. Это то, что я хотела вам сегодня рассказать и я готова обсуждать с вами эти вопросы и отвечать на ваши вопросы. Это было про... Как передать контроль? Меня спрашивают. Как передать контроль? Вы знаете, контроль передается очень трудно и постепенно. Вот то, что я советовала этой маме, сделать вид, что она была страшно занята и забыла. Попробовать какие... Искать пути. Это будет очень сложно. Ребенок будет всячески отказываться и манипулировать. Он будет отстаивать свое право не брать на себя контроль. Именно поэтому я прошу родителей в первом классе, в первый день, когда ребенок садится, выполнять самое маленькое домашнее задание. Вы говорите ребенку, ты делаешь все сам, я рядом, в соседней комнате. И найдите, что сказать. Вы можете там выполнять какую-то срочную работу. Вы рядом. Вы должны ему несколько раз это сказать. Я рядом, я готова помочь. но ты отвечаешь сам. Оттого, что вы скажете все, больше я не контролирую, это будет истерика. Ничего не получится. Вам нужно потихонечку, потихонечку это делать. Гарри Поттера и других волшебников отправляли в Хогвартс в 11 лет. да, это не случайно. Больше того, если вы помните, гимназии в России это было не раньше 9, а до этого индивидуальное обучение дома. Это тот возраст, 9-11 лет, когда созревают механизмы произвольной регуляции. Когда как бы мозг готов к этому, но мозг будет готов, если вы до этого с ребенком так работали. То есть, если вы не брали контроль на себя, а предоставляли возможность, понимаете, мы же хотим, вот мы сегодня обсуждали, у меня сегодня уже была одна лекция с коллегами, с педагогами, и мы сегодня обсуждали как раз вопрос, потому что они педагоги и все сами родители. И мы говорили о том, что родители выполняют домашние задания за ребенка. Ну, и меня спрашивают, а что делать? Я сказала, если бы все 30 родителей не выполнили работу, тогда учитель думал бы. Но понятно, если 20 выполняют, мы 10 не можем поставить в ситуацию неудач. и мы тогда договоритесь, у вас есть родительский комитет, если вы вечерами 5 дней в неделю выполняете домашнее задание за ребенка, ну, соберитесь в конце концов и решите, что вы не должны этого делать, и может быть тогда ситуация изменится. но здесь получается все то же самое, как у нас обычно в жизни, чтобы кто-нибудь решил, никто не решит, а в отношении с вашим ребенком точно нет. Трудности адаптации это трудности психологической адаптации, это отрыв от семьи, отрыв от родителей, я еще раз повторю, несмотря на то, что мама там бывала каждый месяц и не один день. постепенно, вот прошел год, ребенок очень доволен, там все благополучно, там блестящие интеллектуальные способности, он самостоятельно совершенно учится, у него прекрасный язык, но тем не менее, трудности психологической адаптации, да, тех задачей, которые становятся возможностью для мозга в 11 лет, ну, я должна вам сказать, что в 11 лет будут те возможности, которые подготовлены предыдущим обучением, ничего не возникает вдруг, все зависит от того, что было до этого, если до 11 лет было механическое запоминание и вот этот эффект репродуктивного знания выучил параграф, рассказал, то в 11 лет тоже будут такие же возможности, выучил параграф, рассказал, без самостоятельного хода, без креативности, если вы этому не учите, мозг этого не делает, правильно ли я понимаю, получается, две сепарации, одна дома, а другая после, да, безусловно, что есть процессы сепарации, которые происходят естественно, но вы можете создать искусственно сепарацию, например, если вы в 11 лет отправляете ребенка учиться за за рубеж, или вы отправляете его в пансион, ну, как бы у нас, у нас тоже есть пансионы, не умеет распределять время, но не принимает помощь родителей, или мы не умеем ему правильно помочь, как все-таки помочь, какой лучше возраст для перехода, ну, я вам везде опаздывает, оттягивает уроки, не хочет вовремя ложиться спать, не идет к первому уроку, или вообще не идет к уроку, это значит, что вот этот вот процесс уже вы затянули, то есть на самом деле это ребенок с несформированной организацией деятельности, начинать формировать организацию деятельности на самых простых, элементарных видах можно еще с дошкольником, во всяком случае дошкольник уже умеет отойти ко сну, встать, застелить свою постель, но нужно много приложить усилий, чтобы это происходило постепенно, сначала вы играете вместе в это, сначала вы помогаете, постепенно вы начинаете меньше помогать и хвалите, хвалите, хвалите за каждый шажок, который его продвигает, понимаете, вы не хотите все сразу и каждый раз ругаете, потому что не получается, а помогаете, что-то делаете вместе, я понимаю, что с 11-летним ребенком застилать вместе постель смешно или вставать рано, ну, ставите будильник, с подростками вообще очень сложно, если все не сформировано, очень сложно, вы для подростка незначимы, к сожалению, и так будет лет до 16-17, у меня обратная сторона, дочки 9, она излишне ответственная, как это мягко поправить, но это вы сами сделали, плюс учитель, учителя это делают замечательно, они очень манипулируют этим, они устраивают соревнования, рейтинги, они показывают, какой замечательный ребенок, и ребенку хочется этой поддержки, поэтому, ну, вы очень верно пишите, мягко поправить, мягко объяснять, что есть такой принцип необходимого и достаточного, что не всегда человек победитель, и не всегда все должно быть сделано на 5 с плюсом, четверка тоже нормальная оценка, ну, в общем, важно, чтобы у ребенка были какие-то интересы, важно, чтобы у него было время на отдых и вообще на жизнь, потому что синдром отличника, а это как раз излишне ответственные люди, это известная вещь, есть много исследований, которые показывают, что отличники, во-первых, не самые успешные в жизни люди, и это самые больные людям, им самим с собой очень тяжело и окружающим с ними тяжело, мягко пробуйте разговаривать, говорите, не фиксируйте внимание, ну, не подчеркивайте, понимаете, вот очень интересная вещь, иногда родители делают это не специально, вернее, чаще всего не специально, но, понимаете, вот если вы огорчены не пятеркой, при этом вы можете об этом не говорить, а вы покажете это своей мимикой или взглядом, а дети это считывают, и они очень хотят, вот это и есть эмоциональная зависимость, они очень хотят вас порадовать, а вы покажите им, что вы их любите и вы радуетесь не только тогда, когда они достигают каких-то больших высот, может быть, это им поможет, мальчики позже созревают, вы знаете, про созревание мальчиков и девочек и вообще про различие мальчиков и девочек есть очень много пока вопросов, дело в том, что мальчики бывают разные и девочки бывают разные, бывает, что у одного мальчика у своих 15, а у другого в 17. Вот это мальчики созревают в разное время. Есть девочки, у которых минархи в 10 с половиной или в 11, а есть девочки, у которых в 13 или в 14. Это по-разному созревают девочки. Но если говорить в целом, то примерно на полтора года, но к 15-16 годам у них всех пятая стадия полового созревания. То есть все, кубертат закончился. И они как бы друг друга догнали. И здесь большее значение имеют индивидуальные особенности, чем то мальчики они или девочки. Она отличница и говорит, что ей трудно иногда быть собой. Да, да, это то, о чем я сказала. Это то, что сформировалось. Подчеркивайте, что вы любите ее, уважаете ее за ее там достижения, не только потому, что у нее достижения. Им очень это важно. Когда я спрашиваю детей, за что вас в последнее время хвалили, они надолго задумываются. А когда за то, что ругали, отвечают мигом. Это школьные проблемы в разных вариантах. Поэтому, ну, очень многое мы делаем сами. Да, конечно. Виктория, отвечаю вам. Хотим отправить дочь. Марьяна, очень приятно. Вуз. Отвоевываться она должна. Если она в 13 не будет отвоевывать самостоятельность, этого не будет никогда. Понимаете? вот тогда сепарации взрослой, которая должна быть, может не случиться. И тогда вы будете хотеть, чтобы она была самостоятельной, чтобы выбирала свой путь, выбирала профессию. А она будет сидеть рядом с вами. А вот то, что воюет в 13, ну, а когда как не в 13? Замечательно. Главное, чтобы это не выходило за какие-то рамки, но это зависит от семьи. В семье, где с ребенком разговаривают, как правило, все в порядке. Тут не важен материальный достаток и все остальное, а важно, комфортно ли ребенку с вами, а вам с ребенком. Не чувствуете ли вы неловкость? Ведь очень часто родители подростков говорят, я чувствую неловкость, я не знаю, как к нему подступиться. Это значит контакт потерян. Ну, восстанавливать потихоньку. Кто легче адаптирует, юноши или девушки? Вы знаете, у меня нет таких данных, и я думаю, что таких исследований нет, потому что это вещь индивидуальная. Адаптация вообще всегда индивидуальна. Она зависит от многих личностных характеристик ребенка или человека от опыта его жизни, от его жизненной ситуации, от коммуникабельности, от успешности его деятельности. Вообще адаптация зависит в любом случае. Идет ли человек учиться в вуз, поступает ли на работу, переходит ли в новую школу, идет ли в первый раз в первый класс. Это все адаптация. И она зависит от большого комплекса причин. И на самом деле многие из них я вам показывала. Пока читает Марьяна. Ну если про мальчиков я уже вам сказала, мальчики бывают тоже разные. Какой специалист может помочь подростку 13 лет, если раньше занимались нейропсихологом? Ну я надеюсь, вы не собираетесь своего ребенка отсылать за рубеж. Потому что ребенок, который занимался с нейропсихологом, с дисграфией, с проблемами организации, дай бог здесь справится. Ну вы можете, если вы в Москве, милости просим в Институт возрастной физиологии, я думаю, что вас проконсультируют и по поводу дисграфии, и по поводу организации деятельности. Да. Так, ничего сказать не могу, потому что причин может быть очень много, и они могут быть очень разными. Прочту вопрос. есть ли разница между странами, вы знаете, я думаю, что на этот вопрос должны ответить специалисты, которые работают с образовательными организациями, но вот когда я вам говорила, вы должны познакомиться с программой обучения, ну фактически системой обучения, с требованиями обучения, с условиями обучения. Именно это я имела в виду. И тут дело даже не в том, в какой стране что, а в какой степени это соответствует возможностям вашего ребенка. кстати, о домашнем обучении. Вы знаете, я очень хорошо отношусь к домашнему обучению, потому что домашнее обучение как раз учит детей организовывать свое время, отвечать за себя. И я еще раз скажу, дело не вот я не могу сказать, домашнее лучше, обычная школа хуже. Конкретный ребенок вот про своего ребенка. Если было домашнее обучение, тогда что у него есть и какие риски сепарации есть, или рисков сепарации нет, и вы можете совершенно спокойно там отправить своего ребенка. Вы просите меня рассказать об удачных примерах адаптации. Вы знаете, ко мне с удачными не обращаются. Ко мне обращаются с проблемами. Когда все удачно, ну, тогда все удачно. А вот проблемы, да, ну, вот, например, одна из последних проблем, это проживание вместе с детьми, у которых принципиально другой культурный код, с детьми из других стран. Очень сложно, очень сложно коммуницировать, очень жалуются дети. Ну, еще раз скажу, все зависит от навыков коммуникации. Я об этом, вот, все риски сепарации, я постаралась, когда вы спрашиваете типичные проблемы, я вам дала риски сепарации. Это и есть типичные проблемы. Если у ребенка нарушена организация деятельности, значит, это риск сепарации, это типичная проблема. Если ребенок часто болеет, и он, представляете, больного ребенка в чужой стране, ну, вот, лучше бы этого не было, несмотря на то, что, да, там довольно жесткие требования, к которым не все могут приспособиться, и довольно жесткие условия, не соответствующие требованиям, отчисляют, все там без фокусов, понимаете? Поэтому они соблюдают дисциплину, поэтому жесткие требования, но не факт, что ребенок захочет, как это сочетается с теми условиями, в которых он жил, если ему не интересна эта учеба, вот если интересно, если он хочет, тогда многие риски сепарации, многие проблемы преодолеваются, да, скучает, да, да, психологически сложно, да, холодно, да, чужие дети, которые раздражают, потому что они все время смеются, вот такое, например, у меня такая жалоба была, вот они все время смеются, две девочки еще в комнате, они все время смеются, а мне нужно заниматься, но это индивидуальные вещи, и если мы понимаем риски сепарации, и как бы стараемся этих рисков избежать, то у нас получится, или мы готовы чаще ездить и помогать ребенку в адаптации, и там уходить на два дня гулять, и забирать его из пансиона, ну разные условия, понимаете, разным детям нужно разное, самый типичный, кто совсем не справляется, ну совсем не справляется дети, у которых несколько рисков сепарации. Я постаралась это все сформулировать, у вас есть эти презентации, вернее, они у вас будут, просто сейчас они, может быть, промелькнули, но у вас будут эти презентации, и вы сможете еще раз сесть, еще раз посмотреть на все эти факторы и понять, ваше или нет, или ничем вам это не грозит, вам и вашему ребенку. Но раньше 11 это вообще не вопрос для обсуждения, на мой взгляд. Я вам скажу, как физиолог, знаю еще очень хорошо все проблемы роста и развития детей, созревания мозга и вообще современных детей в нашей стране, к сожалению, не самые здоровые дети, не самыми лучшими навыками базовыми, с очень плохими коммуникативными навыками, но это не означает, что ваш конкретный ребенок может быть блестящим во всех отношениях, совсем не исключаю. сын 14 лет жаждет уехать учиться в другую страну после окончания 9 класс и очень хочет, это хорошо, а вот проблемы с физическим и психическим здоровьем, но понимаете, просто сказать, я считаю, что нет, 14-летнему подростку нельзя, хотя, конечно, он за рубеж сам уехать еще пока не может. Обсуждайте, и у вас есть впереди целый год, может быть, вам удастся укрепить физическое здоровье и психическое здоровье. Вы знаете, один из путей укрепления психического здоровья, это, как ни странно, рациональный режим и умение ребенка расслабляться. Навыки расслабления, то, что раньше называлось аутотренингом, сейчас называется медитацией, как угодно называйте это, это комплекс упражнений, это могут быть физические упражнения без особой нагрузки, которые позволяют ребенку схватить состояние релакса. Несколько дней тому назад я давала такой мастер-класс в детском саду в Калининграде я учила педагога учить маленьких детей 5-6 лет расслабляться. Есть такие упражнения. Чем раньше мы начинаем это делать, тем большего эффекта мы достигаем к подростковому возрасту. А вот в подростковом возрасте им очень важно это все уметь, потому что гормональная буря создает такое функциональное психологическое и эмоциональное напряжение, что они должны уметь с этим справляться. Как донести до него, что еще рано? Разговаривать. Не сказать один раз, а разговаривать, разговаривать, разговаривать. Когда он захочет с вами заговорить, потому что в 14 лет нельзя посадить ребенка и сказать, я хочу с тобой поговорить. Ну, ты хочешь, а я не хочу. Значит, найти вариант, какой это вы лучше знаете своего ребенка. Тут ничего не могу и знаете условия его жизни в семье и вообще контакты ваши в семье, взаимодействия в семье. Это зависит от многих факторов. Где узнать о расписании ваших очных лекций? Ну, во-первых, на сайте Института возрастной физиологии на сайте есть расписание наших семинаров, каких-то лекций. Ну, я должна вам сказать, что Family 3 есть большой пакет вебинаров, которые я вела на разные темы. И я думаю, что вы можете воспользоваться этим. Спасибо большое, Марьяна. Вы не слышите, но я думаю, что вы видите, что мы на сегодня завершаемся. И большое спасибо, что вы ответили на многие вопросы, которые сегодня присылали наши зрители, слушатели. И для наших... Спасибо, я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего доброго. И я для наших зрителей должна напомнить, что этот вебинар прошел при поддержке Star Academy, компанией, которая занимается образованием за рубежом. Это наши партнеры. И у нас с вами впереди еще одна встреча по этой теме. Уже послезавтра, 22 апреля, по теме страхи родителей и возможности для детей и зарубежный опыт расскажут Элевира Креденсер и Борис Первозванский. А сегодня с нами была Марьяна Безруких, рассказывала про выбор образовательного маршрута, сепарацию дома и вдали от него. Это Family3, проект родителей, который делают его для родителей. И мы находимся в процессе марафона под названием образование для наших детей дома или за рубежом. Собственно, на этот вопрос дома или за рубежом мы пытаемся найти ответ, находим этот ответ с самыми разными специалистами, которых мы привлекаем к этой важной теме. И все ваши вопросы мы сегодня передали Марьяне, и вы увидите запись, которая будет вам доступна сегодняшнего события. Большое всем спасибо, что были с нами и спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok